здарова всем у нас вот болезная пришла аресанта саи 280 все банально перестала включаться кстати предупреждение удаление пыли два раза в месяц сжатым воздухом когда я в топ 10 ошибок это упомянул тру сварщики сказали что это бред что я не совсем с этим согласен потому что даже вот на самих сварочниках пишут и на новых рисанках еще сверху где ручка там тоже пишут предупреждение что сразу отключать нельзя надо подождать некоторое время чтобы она в холостую поработала потом только отключить в общем сейчас будем разбирать и покажу как провести диагностику это конечно не точно будет диагностика без осциллографа но для тех у кого осциллографа нет или не умеют пользоваться чтобы примерно знали алгоритм работы потому что последний раз мне комментарии написали что я вот открыл продиагностировал она у меня бабахнула что-то не то когда начал выяснять оказывается включили аппарат и начали пинцетом металлическим все контакты замыкать на какой-то контакт там попали пинцетом она как хренакнула и после этого просили помочь восстановить поэтому чтобы такого не было хотя бы примерно покажу куда стоит лезть куда не стоит ребята смотрите первый самый яркий признак того что где-то к з чаще всего транзисторы пробивает ну все что угодно может быть вот видим тут вот эта зеленая штучка этого риста она отвечает за запуск то есть по сути если короткое замыкание у него сразу увеличивается сопротивление во время включения идет очень хороший бросок тока и когда этот бросок происходит конденсатор пока заряжается в этот момент у него сопротивление большое потом уменьшается 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 и дальше уже запускается реле так вот мы включаем он горячий кипяток прикоснулись ну конечно надо поосторожнее вот техника безопасности никто не отменял но суть в том что включили нагрелся варистор все ясно что случилось вот дальше откручиваем теплоотводы выпаиваем транзисторы аккуратненько как отпаяю транзисторы дальше уже покажу что делать в общем смотрите ребята отпаял два транзистора с радиаторами отпаял так удобнее хоть некоторые пишут что радиаторы не снимая так выпаивают неудобно так теперь заяву заявленная мощность 280 ампер и тут тоже до 280 ампер и два транзистора 40t 65 или 40 n 65 то есть не вяжется ну ладно это не наши проблемы суть в чем отпаял я транзисторы которые мы предполагаем что они пробиты как я уже говорил грамотный ремонт производится только при помощи измерительных приборов это как минимум мультиметр и осциллограф нужен но у кого этого нету выясняем вот таким образом отпаяли тут где были припаяны транзисторы вот эти вот места смотрим чтобы олово дорожки между собой не замкнуло просто их отпаяли и и что у нас получилось видите и еще плюс ко всему бывают пробитые диоды силовые они стоят на радиаторе который подключен к шинке их тоже надо проверять но опять же у кого нету измерительных приборов это конечно плохо вообще не рекомендую лезть не имея хотя бы основных навыков принципа работы с импульсных блоков питания и не имея основных инструментов залазить в эти аппараты еще куда не шло когда есть мультиметр хотя бы померить на пробой на короткое замыкание вот осциллограф это еще туда-сюда но если делать уже качественно и нормально так как транзисторы дорогие конечно осциллограф нужен чтобы посмотреть форму сигналов который будет приходить у нас на затворы этих транзисторов сейчас я на трипод поставлю камеру и прозвоним эти транзисторы то есть подтвердить наши догадки берем обычный мультик ставлю на режим прозвонки диодов все пробитый видите он во всех положениях короткую показывает тоже пробитый видите оба транзистора пали смертью храбрых их будем менять сейчас позвоним в магазин узнаем есть нету стоит ли ехать не стоит и будем искать другие источники приобретения запасных деталей после чего их ставим на место и попробуем запустить так транзисторы посовещался с коллегами и с коллегами решили приобрести так как 40 на 60 будет сюда слабенький RGA 60 F7 парочка теперь нам надо проверить силовые диоды в идеале конечно лучше выпаивать но можно принципе и так включаем на прозвонку диодов короткого нету относительно средней ноги в одну сторону при одной полярности щипов показывает у нас падение напряжения при другой нет также и на втором контакте при определенной полярности показывает а при другой нет но опять же говорю для более точной проверки лучше их выпаивать но можно и так проверить теперь снимаем старые транзисторы у них вот тут есть такие ограничители пластиковые капроновые со старого транзистора я их снял кто-то сразу ноги подрезает по длине но я так не делаю я по-другому делаю прикручиваем на радиатор через пасту термопасту после чего типа такого шила изнутри со стороны пайки разогреваем точки где припаиваются ноги и снизу прокалываем шилом чтобы у нас ноги транзистора изнутри легко ходили и выходили все после чего собираемся на радиаторы прикручиваем через прокладки всевозможные все как положено прикручиваем датчик температуры транзисторов и только после этого будем пропаивать ноги смотрите припаяли места пайки ацетончиком протерли подождали пока высохнет разрыв питания включая лампочку на 40 ватт это не обращайте внимание у меня свои приблуды просто лампочку разрыв питающего провода смотрим как она себя ведет тухнет 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 бам в идеале конечно надо после банок включать лампочку но я померил осциллографом посмотрел форма сигнала нормальная все питание приходит так что особо не заморачиваясь но в случае только пробоя самих банок тз бывает я ставлю лампочку да мало ли все равно первый запуск всегда через лампочку делаю делаю до моста но лучше говорю что после банок делать потому что банки могут зарядиться успеть этим накопленным зарядом пробить ключи силовые транзисторы тут у нас все собрано сейчас я все ставлю на место немножко по тестю поварим потом уже будем закрывать все аппарат запустил напрямую без всяких лампочек холостой ход 70 с копейками вольт вполне отлично нормально все сейчас закрываю и пробуем запуск в смысле нормальное испытание в общем попробовал я варит все нормально горячее пока пойдет вот положил пробую сейчас обстучать у меня байонетки немножко другого размера привезет владелец нормальные свои и будем тестить работает он там жужжит все в общем вот такой вот ремонт такого вот инвертора еще раз повторяю если вы хотите не напортачить потому что если вы ни разу так таким не занимались не вообще не понимаете принцип работы импульсных блоков питания лезть вам сюда не рекомендую лучше отдать специалисту поверьте меньше будет последствий но если уж вам это по барабану вы решили вы будете добиваться до конца чтобы там не произошло по крайней мере это видео будет помогать хоть как-то понять алгоритм действий куда лезть куда не лезть таким вот способом не имея даже мультиметра и осциллографа косвенно в принципе можно оживить некоторые аппараты но и в том случае если у вас просто пробило выходные транзисторы или диоды если же у вас что-то в шим в плате управления и прочего без осциллографа без хорошего мультиметра туда вам дорога заказана поверьте лучше вы не сделаете вот так же все трус специалисты которые будут говорить что так ремонтировать нельзя я с вами полностью согласен так ремонтировать нельзя это видео нацелено не для вас который все знает и понимает а для людей которые еще раз повторюсь хотят сделать во что бы то ни стало сами получится не получится все равно мы будем делать сами на этом все ставьте палец вверх подписывайтесь на канал нажмите кнопочку колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики всем успехов до новых встреч